Высшая национальная школа по подготовке спасателей отмечает свое 25-летие. Она была создана на базе Центра пожарной охраны. Тогда еще училище входило в состав Министерства внутренних дел, а с 1998 года числится в структуре ведомства по чрезвычайным ситуациям. Два года спустя учреждение стало носить статус высшего учебного заведения. А в 2016-м Александр Лукашенко подписал указ о реорганизации командно-инженерного института в Университет гражданской защиты. Курсантов готовят не только в столице. Филиал есть в Гомеле и в поселке Светлая Роща под Борисовым. Создавая университет, наши специалисты опирались на опыт России и Украины. Сейчас могут похвастаться, что зарубежные коллеги перенимают уже их опыт в подготовке современных спасателей. Прежде всего, это представители Азербайджанской республики. Учатся у нас ребята из Казахстана, Таджикистана, Туркменистан. Отправляют сегодня интересы к нам представители из других государств Азиатского региона. Есть предпосылки, что у нас будут обучаться представители африканского континента. Наверное, это говорит о том, что наш потенциал соответствует мировому уровню и, в общем-то, он будет востребован. В том, что белорусское образование одно из лучших, уверена и Анастасия Соколова. Девушка приехала к нам из России. В Смоленске она окончила гуманитарный вуз. Теперь реализовать самые смелые амбиции ей помогает университет МЧС. Я когда ехала сюда, уже прицельно планировала дальше свою судьбу. Долго к этому шла. И проучившись здесь уже именно на очной форме обучения, поняв, каково это, понимаю, что да, я хочу связать с этим свою жизнь и дальше планирую работать именно в органах и подразделении чрезвычайной ситуации именно в Республике Беларусь. Молния лидера на прием. На приеме. Следую к месту вызова в количестве одного отделения по улице Машиносторителей, 28, квартира 9. Вас понял. Здесь будущих спасателей обучают не только на лекциях. Важные знания они обретают преимущественно на практике. В этой лаборатории, а она, к слову, единственная в СНГ, ситуации максимально приближены к реальным. Мы только что проводили практические занятия, деловая игра такая у нас была. Я был в роли руководителя тушения пожара. Еще у нас проходит заступление в учебно-пожарную аварийно-спасательную часть. Там мы находимся целые сутки, как на боевом дежурстве, и тоже можем выехать на пожар и принять участие в тушении. Курсанты вуза не только вступают в бой со стихией. Будущих специалистов учат выдержки, выносливости и грамотному принятию решений в любых чрезвычайных ситуациях. В этой аудитории курсанты отрабатывают алгоритм действий по извлечению пострадавшего из ДТП. Буквально через несколько минут мужчине окажут помощь. В этом университете есть все, чтобы стать высококвалифицированным специалистом. Этому способствуют и условия проживания. Первый курс, понятно, он живет немножко на удалении, но это тоже очень правильно. Они живут в казарменных условиях, в 30 километрах от города Минска, биосферном заповеднике, поселке Юхновка. За год казармы курсанты сближаются, становятся товарищами, друзьями, постигают основные азы службы. После этого плавно переходит обучение уже в стену университета. Особое внимание в УЗИ уделяют строевой подготовке. Каждый год курсанты участвуют в параде войск Минского гарнизона. Три раза в неделю проходят тренировки взвода почетного караула. Ни одно торжественное мероприятие министерства не обходится без этих ребят. Перед трибуной с флагом ведомства проходит парадный расчет министерства по чрезвычайным ситуациям, представленный курсантами Командно-инженерного института МЧС. Есть такая шутка, они безупречные. Они очень хорошо учатся, они выглядят безупречно. И также у них со строевой выправкой, строевой выучкой нет никаких проблем. Не только в год науки, но и на протяжении всего времени в УЗИ ведутся технологические разработки. Преподаватели и курсанты постоянно участвуют в масштабном проекте БРСС, «100 идей для Беларуси». В 2014-м команда победила в номинации «Промышленные технологии и производство». В УЗИ разработке педагоги разработали кавитационный квадропенный насадок. Изобретение в прошлом году получило Гран-при на том же конкурсе. Это дополнение к самому известному пожарному стволу, который предназначен для подачи воды к месту возгорания. Вещества, такие как резина, пластмасса, требуют подачи воздушно-механической пены. Данный ствол не способен решить эту задачу. Поэтому нашим коллективам авторов был предложен водопенный насадок. Он позволяет, не заменяя ствол Б, существующий, находящийся на вооружении пожарных подразделений, позволяет его модернизировать, увеличить его область применения и тем самым при тушении пожара в случае необходимости подачи воды. Можем подавать воду, в случае необходимости подачи пены мы можем подавать пену. Еще одна разработка научной лаборатории – локализатор взрывных систем. Если, не дай бог, произойдет террористическая угроза, это устройство сможет предотвратить взрыв. В случае обнаружения какого-то подозрительного предмета в станции метро, либо в других местах массового пребывания людей, любой работник при помощи ручек, которые имеются на нашем комплексе, просто накрывает данный подозрительный предмет, тем самым локализирует данное подозрительное устройство от внешнего пространства. В случае его все-таки срабатывания он минимизирует последствия взрыва. Для этого мы разместили на корпусе радиоблокатор, который гасит любые волны. Скоро начнется горячая пора для абитуриентов. Если вы чувствуете в себе силы и желание помогать людям, попавшим в беду, то вам прямая дорога в университет МЧС. Продолжение следует...